Всем привет! Сегодня я покажу, что будет, если смешать перекись водорода, 3% которую я приобрел в аптеке, и обычную соль. Итак, первым делом нам понадобится какая-нибудь пустая баночка. В нее я налью воды 100 мл. Немного пролил, но ничего страшного, сейчас вытрем. Воду обязательно нужно подогреть, либо взять уже теплую, но так как в мастерской у меня нет теплой воды, я подогрею ее обычным строительным феном. После того, когда воду вы согрели, либо уже набрали теплую воду, я нужно перелить подходящую емкость. У меня это будет вот такой пластиковый прозрачный контейнер. Пока вода не успела остыть, нужно в нее насыпать столовую ложку соли. И хорошенько все это дело перемешать, чтобы соль как можно лучше растворилась. Как вы знаете, в теплой воде соль растворяется очень хорошо и быстро. После того, как соль растворилась, берем перекись водорода в таком количестве, сколько у вас воды. Вот у меня это 100 мл. И выливаем это в емкость с соленой водой. Чтобы дело пошло быстрее, можно открутить вот этот вот узенький носик. Кстати, друзья, вот такие баночки не выкидывайте, так как это готовая масленка. Завили масло, надели носик и можно пользоваться. Теперь опять все перемешиваем и остается еще один ингредиент, который нужно добавить в этот раствор. Этот ингредиент – лимонная кислота, которую я приобрел в обычном магазине. Ее мне понадобится 2 столовые ложки. Все, теперь все это дело опять же хорошенько перемешиваем. Чуть не забыл, раствор желательно готовить в перчатках. Раствор этот предназначен для быстрого и очень тщательного удаления ржавчины с любых металлических предметов. В моем случае это вот такие вот головки советского производства. Нашел я их на пункте приема металлолома. И сейчас буду показывать, как же при помощи вот этого простейшего средства, которое я изготовил у себя в мастерской, из подручных компонентов, которые есть практически у каждого в кухонном столе. Итак, погружаем ржавые предметы в получившийся раствор. Желательно это сделать до полного погружения. Вот. И как вы можете заметить, пошла реакция. Сейчас я приближу камеры и вы сами все увидите. Вот как все это дело выглядит. Цвет раствора моментально поменялся. Идет бурное выделение пузырьков. Происходит реакция. Причем реакция очень активная. Нам остается только дождаться, пока закончится реакция. И можно вынимать предметы. Они будут без ржавчины, практически как новые. Я думаю, что минут через 20-30 можно будет уже извлекать головки и проверить, в каком же они состоянии. Итак, прошло полчаса. Как вы видим, цвет поменялся. Содержимое нагрелось. Трогаю, очень теплое. Вот. Давайте же попробуем достать и посмотреть, какая реакция у нас произошла. Итак, для этого я приготовил обычную воду. Сейчас вот проволочка будет доставать. Ух ты! Я не знаю, видно вам или нет, но просто шикарный результат, друзья. Вот, честно говоря, я в шоке. Сейчас достанем все остальные. Наполоснем их в воде чистой. Вытрем. Ну, как я и ожидал, как я и говорил, результат превосходный. Причем, такой результат всего лишь за полчаса получился. Полчаса порежали в растворе и практически как новенькие. Вот, вы можете смотреть, данная головка имеет даже дефект. Возможно, от ржавчины, либо от сварки. Видно, что здесь как будто проплавлено. Отчистилось все идеально. Ну, и подведя итоги, я хочу сказать, что данный раствор справляется на все 100% со своей задачей. Стоит копейки. Результат очень хороший. Так что, друзья, если вам понравилось видео, и мой совет, берите его на заметку, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выхода новых интересных видеороликов. Ну, а на сегодня все. Всем добра, удачи, успехов. Пока-пока. Кстати, чуть не забыл. Хотел показать вам, какой осадок остался вот в этой баночке. Сейчас аккуратненько все это дело сольем. Мою рапину для экспериментов. И увидим осадок. Вот он. Видите, осадок из ржавчины. Очень хороший, приличный осадок. Вся ржавчина у нас на дне. Продолжение следует... Продолжение следует...